всем здравствуйте продолжаем рубрику мини распаковочки есть несколько посылок начнем наименьший вот такой вот пакетик на нем написано 4 штуки rc 1 10 кар ну типа машину для дороги диск но и типа резина для хсп 4 штуки написано представляете пакетик вот тадам 11 диск для дрифтухи но среди на одно колесо резина принципе снимается тут такая вот проставочка маркировка супер дрифт с одной стороны только написано вряд ли там даже видно будет супер дрифт вот заказывал на сайте пандао написан комплект но цена больно низкая было кажется подвох ожидал но не настолько размер по-моему 65 был задан 63 9 ну 64 пускай будет 64 посмотрит это было заказано для модели которая там ремонте у нас вот а как это дело выглядит можно так вот тут прикинуть видите даже больше печь пяных колес заводских но она так и есть тут шестидесятые на ту модель как раз таки надо будет 65 так что но одно вот такой вот колесико ну про на фотографии я уже все сделал описание меня было скопировано то что то написано комплект ну так что будем открывать спор пускай или высылают оставшиеся или возвращают деньги одно она вообще не к силу не городу говорится если нам приходил на трофейку там диск один но его хоть можно на запаску но на дрифту ху запаска я считаю что вообще не нужно так ладно продолжим дальше не знаю как от зеркалить на буду зеркалить в конце вот такая у нас трага трага от химоты здесь у нас катана еще бывают боуи вот чем они отличаются в принципе ничем корка и колеса остальное все то же самое так значит 4 в.д. длина 42 сантиметра вот ширина по колесам получается у нас 35 высота 16 колесная база 296 все сказал сантиметр крымка разной базы так ладно поехали кстати вот как катана выглядит вот так выглядит боуи но боуи у меня был наоборот зеленый у нас а катана у нас будет красный первым делом коробочка я так понимаю зарядное устройство 23s дальше коробочка у нас идет с аппаратурой кстати аппаратура у меня махимота была другая вот такая вот на строге он с поролончиком что у нас здесь модели еще даже нет года дальше поехали тут инструкция на принципе ничего не нужно выкидываем это все назад значит вот на наш модель к значит посмотрим что у нее интересного внутри чем он отличается от моей предыдущей модели ну корка как всегда не пойми какая здесь крепление для gopro вот мы любой экшен камеры давайте сяду присяду вот такая вот корочка дальше что у нас здесь здесь у нас вот так вот что то не пойми как-то перемотанный гидридный аккумулятор кто-то наверное хотел перепаять вот это на выброс вот и самое главное у нас здесь с вами bk система bk система кто-то тут пытался у нас сделать типа карбоновые амортизаторы вот дальше что у нас здесь трехканальный приемничек с кнопкой бинда если что вентилятор на регуляторе кнопочка ну тут порядок небольшой наведен так значит мощность моторчика 3210 3200 в принципе вся чистенькая хорошенькая видно что такая свеженькая днище вообще не царапанная в принципе можно попробовать запустить но я конечно хотел бы конечно запустить прям сразу с боу и покатать чтобы увидеть разницу дифференциалы все разблокированные давайте попробуем ставить батарейки и запустить так на всякий случай при подымем у меня были в инцидент исключением включили вентилятор заработал серу почему-то подгуживает все наладилось сможет все законы всего все работает бешеный конечно аппарат так что в любом случае надо сравнивать самое главное проверили ее работоспособность вот что у нас по рулю ну вроде быстро можно будет потом попробовать стримировать проверить расходы спасаетесь на максимум а сейчас мы ее выключаем и есть мне еще такая одна идейка что я хотел воплотить я хотел посмотреть разницу в колесах от это ее родные а это отбовые протектор здесь более такой прям гладенький здесь более зубастый высота в принципе тоже немножко есть в принципе эта модель уже нашла своего нового владельца вот и эти колеса отбовые я отдам в подарок посмотрим пускай будет немножко повыше она уже немножко тут задрота в максимальном положении стоит вроде все хорошо здесь крутится косточки нигде не вылетают хорошо и не в максимальных они полос положениях вот так что посмотрим еще на этих колесах она будет побольше впереди у нас зима снег в принципе система здесь должна быть вся влагозащитная единственное что мы приемничек уберем ну как всегда в шарик самый бюджетный вариант вот и запустим покатаем этот аппарат и сравним его с боевой на коллекторе ну все собираем эту вещь и убираем ну и следующая посылка блин ребят она даже не возник на стол просто она просто здоровенная сейчас я ее вскрою и тогда будет наверное что-то уже больше похоже да 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 а это у нас с вами друзья краулер краулер от компании хдм ну раньше они писали расшифровка я не знаю постоянно была сокращенном я не знаю хенгуан компания вот хэгэ в простонародье вот первая ее модель всем запомнилась это был гелик который не отличался надежностью совсем вот потом они его чуть-чуть доработали вот и сейчас они в основном занимаются так понимаю больше направленность у них идет на военную технику в 12 масштабе там есть хаммер у них еще какой-то 8 на 8 вот чем примечательно эта модель эта модель у нас идет полностью металлическая трехступенчатая коробка передач здесь идет вот здесь отключается значит у нас передний мост блокируется передний мост как бы 4вд и 4вд типа понижайка есть вот длина модели 524 миллиметра вот уже такая солидная написано диаметр колес 123 но колеса конечно очень здоровые вот кузов практически копия от рс 4вд прям кузов копия прям томи у них тоже есть такая модель но она более такая обычная не вот на таких колесах здоровенных вот ну ладно давайте значит китайцы любят все копировать а еще самое главное здесь разблокированный передний мост было все особо непонятно все написано аппаратура кстати как и в свое время на гелике трехканальная третий канал выполнен в виде рычажка там тоже коробка баду скоростная но там не было сервы на ней здесь как бы все есть вот сразу так ну все давайте меньше разговоров больше дело вскрываем отдельными почему-то выскочила инструкция и вот такие вот там наклеечки изначально передний мост как и на большинстве джипов идет разблокированный задний мост заблокирован вот и система какая комплекте вроде сразу должен идти значит болтик чтобы можно было передов тоже заблокировать существует два вида этой модели ну два цвета черная и белая ну наша отмечена галочкой кстати вот отсюда уже вижу что аппаратуру немножко изменили кстати мы еще сравнили упакована вообще шикарно просто так здесь у нас коробочки еще аккумулятор точно такой же маленький как на гелике и зарядка ночничок это сторону потому что на этих гидридах мы не будем вот хотя там липополимерный там 18 650 по ходу стоят аккумуляторы вот мы будем ездить на 2s аккумуляторе и если заменим регулятор может быть даже 3s попробуем смотрите вся в пленочке вот зеркала клад повернуты вниз а это для транспортировки наверное отпущены немножко так мешочек у нас запчастями баллонничек здесь маленькие ключики шестигранники дополнительно работам винтик этот для блокировки моста в комплекте резиночки какие-то наверно аккумулятор держать и по ходу дворники мешочек в сторону так далее аппаратура аппаратуру сделали чуть-чуть изменили вот значит просто я говорил компания хенгуан хэгэ вот 2 и 4 что у нас тут у нас здесь появилась кнопочка бинда и появились двойные расходы все больше разницы никакой нет давайте сейчас вам продемонстрирую вот новая вот старая аппаратура хенгуан хенгуан все тоже самое разницы никакой здесь нет здесь тримирование руля по моему здесь значит у нас как раз третий канал смотрим что здесь основные изменения здесь тут только реверсы а здесь и реверсы и еще дополнительно тримирование двойные расходы ну все убираем ну и наш автомобиль автомобиль реально большой мне кажется там реально 10 масштаб колеса бумаги еще не знаю для чего так единственное что по модели тяжелая модель модель у нас идет на рессорах в принципе как интересно ходит передок жесткого задница прям мягенькая передок нам жесткий такой вот смотрите прям зверюга кстати эту зверюгу можно сравнить давайте с дрифтушкой вы понимаете да просто и давайте сравним наверное с ватерой нами правда сравним с кузовом ватеры она у меня на шасси рэма от рэма хобби одета и вот смотрите она как бы не маленькая вот ну и тойота по сравнению с ней тоже довольно таки солидных размеров вот грязная есть после последних покатух ладно убираю продолжим ну давайте глянем что там у нас внутри штырь металлический кстати корка прямо на металле одета ничего не гремит клиптики правда очень маленькие мне кажется мне на 16 масштабе больше были в стороночку мы смотрим снимаем тачка с салоном все про полностью пластиковая двери конечно не открываются ну сделано так добротно и кузов такой прям весоменький так ну и вот наша значит начинка сюда получается аккумулятор кстати вот для чего резиночки резинки чтобы аккумулятор держали очень интересно сделано прям сразу включение выключение через кузов стойки мощная рама полностью металл я вообще коробка посмотрите какая размером коробка а сервы спереди нет серва аж убрана вот сюда куда-то и ведет вот таким а тут все болтает на смотреть что-то ну в принципе это сейчас скроем и посмотрим амортизатор 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 стоит неровно надо вот его в сторону ауту болтается относить чтобы он был ровно тогда он будет хорошо работать кстати они все-таки должны быть с маслом но масло по ходу вытекло потому что он весь в масле да и сзади вот чисто пружинки уже особо не держит ничего корпус вытащили здесь стандартный регулятор оборотов от их их не родной ничего нового не поменялось только кстати раньше он был два в одном сейчас приемник у него выносим вынесен сторону вот все каналы заняты первый руль второй значит при этот регулятор оборотов 3 у нас идет серво на коробку передач ничего не загермечено вот но пока и будем так катать потому что пока грязь никуда не полезем планы на эту модель как бы есть но посмотрим чуть дальше очень большой минус у этой модели бампера пластиковая очень большой минус этой модели то что колеса сходу не поменять у них крепежи там на трех болтах сделано так интересненько во лень кого холосток вот вот это кстати будет посмотреть все подшипники все проверить все протянуть вот колеса крепится на трех болтах вот и надо будет придумывать какие-то переходнички чтобы поставить если не понравится вот эта резина соответственно изначально прямо сразу заклеить ну что попробуем запу запустить запускаем на всем штатном потому что вот эти как они ты разъемы я их не люблю давайте уже снова присяну ставим батареечки включаем аппаратуру стандартным все замигало и включаем нашу модель так что у нас здесь у нас здесь что-то загудела вот серва вообще ни о чем просто нет у нее расходы были выключены что-то у нас гудит а у нас будет сервана 3 канал я так понимаю коробка передач вот перестала гудит коробка но она скорее всего входит зацепление вот аж высокая скорость так едет так тормоза двигателем нет включаем среднюю средний у нас получается 4 vd это был сейчас задней и тормозом все равно нет а серва пока не встанет на свое место так и гудит ну и понижающий ряд все воткнулась кстати нет все равно нету тормоза двигатель как такового вроде нету что-то мне не нравится передний мост он как-то гуляет так и вот на третьем так здесь тримирование у нас руля стоит а здесь у нас двойны тримирование третьего канала что ли посмотрим вот этот еще один триммер непонятный так значит что он у нас сейчас ну мы будем скорее всего использовать ее на понижайке двигатель у нас 540 класса надо будет обязательно притереть как раз вот мы пробуем немножечко вот крутится в принципе все очень легко металлические мосты так что давайте выключаем в принципе все работает будем надо тестировать так ничего не понятно а кульчик ну давайте вот с этим легким мы ездить не будем будем ездить наверное примерно с какой-нибудь ли пошечкой на 5000 сейчас положим хочу взвесить модель берем резиночки из комплекта просто интересно какой же вес у модели металлические мосты металлическая рама крепежи пластиковый кузов специальные крючки чтобы крепился очень кстати в принципе продумано сделано для центра тяжести не знаю где по центру не по центру на палец и конечно не по мере но прямо то я так думаю что да прям сделано чтобы было центр тяжести под ну посередине машины вот единственное что это вот по центру а сама на переворачиваемость конечно центр тяжести очень высокий потому что очень большие колеса так и период прям очень жесткий надо его будет сделать помягче что он сделанную посмотрим на этих рессорах конечно гуляет мост мосты литье надо подточить немножко кое-где косячки есть ну ладно собираем и взвешиваем удобно накидывать металлические штырьки прям хорошо потому что на гелике корка как они не крепили так она и болтается кстати гелик есть живой еще у нас компании так что будем сравнивать еще и с ним окну все зацепил все отдел где наш без измен включаем 0 грамм и цепляем дену чуть металлическая рама у нас тут все металлическая ну что друзья вам хочу сказать 3 600 стоковая модель вся в металле кстати вот смотрите дифференциалы разблокированный середка разблокированная забыл на каком режиме мы остановились она l значит мы неправильно все посмотрели у нас все разблочено посмотрим так что смотрите 36 очень хороший вес кстати очень качественно сделано фары значит полностью подготовка под цвет спереди и сзади обязательно сделаем свет сюда единственное что мне не нравится вот этот кунг полу кунг какой-то моего отсюда она уберем или отодвинемая этот через зашьем не знаю принципе такая прикольная toyota под поворотнички сделано ну копийная модель вот так же как и вот модель от имеем но будем смотреть хочется мне конечно попробуйте и и поставить на какие-нибудь другие колеса 124 там штате может быть поставить вот такие вот маленькие от чего у нас это джим и доски вот но соответственно конечно у нас и она опустится так плохо видно да простите поставить хочется мне на джим и доски колеса она конечно опустится сильно но будет уже совсем другой вид так что я думаю поэкспериментировать с моделью посмотрим как она будет показывать свои характеристики что она из себя представляет а может быть и еще побольше воткнем для зимы от рэма хобби ну все в принципе так выключим ну все спасибо за просмотр ставьте лайки если понравилось если ждете дальнейших как говорится продвижений вот и подписывайтесь на канал и на страницу вконтакте на нашу группу вконтакте до новых встреч увидимся на тестах пока